Сейчас находимся на массив С4, это массив Ашгар, по новой терминологии, напротив Алайский рынок. Сейчас зайдем внутрь массива, посмотрим, что там все-таки интересного есть для современного жителям и для людей, которые уехали давным-давно славного города Мишкента. Вот такой замечательный и брат-маркет, и брат у меня, и не брат. Продолжаем. Единственный минус, опять же, это солнце. Сейчас почти 12 часов дня, температура 22 градуса за бортом. Жарко достаточно. К вечеру все происходит моментально, наоборот, температура падает. Уже вот не знаешь, как одеваться. Вот, где оденешься. У нас Алайский рынок. Здесь. Здесь у нас Ардус. Супермаркет. Работает каждый день. С 9 до 21 часа. Можно будет приходить и покупать. Ухо. Товару дадам. Вот так мы сейчас свернем с вами направо. И пойдем сквозь массив. Смотрим, что у нас интересного настроили. Это новый дом. Очень красивый. Вероятно, давно построили его. Справа у нас третий дом. Там, где в губине, висит циферка. Как раз мы. Просили меня снять район бывших кортов. На месте которого построили новый дом. Там еще были оздоровительные корты. Сейчас новый живой комплекс. Смотрим, какой это детский сад. К сожалению, не пишут они нумерацию на детских садах. Какой это детский сад? Это детский сад. Что это? Очень стильно сделан. Не знаю, это облицовка из мрамора. Очень много мрамора в Узбекистане. В районе Мураты, Бахару. Не знаю, почему они производятся собственными сегами. А может, производятся и не в курсе. Но почему-то вижу керамогранит везде. Плитка. Так, вот здесь такой маленький закуточек. Посмотрим. Какой номер дома, не помню. Не знаю. Опять же, миграции нет. Такой тихий дворик. Давайте посмотрим, кто знает свои дома. Очень хорошо. Может быть, пятый дом. Давайте посмотрим, что построено на месте бывших кортов. Это 35-й дом получается. А, вот это 6-й дом, да. Вот там 6-й дом. Прошу прощения, это не 5-й, а 6-й. Посмотрите, пожалуйста. Вот. Какому-то интересно, 6-й дом. Вот такой вот 6-й дом. Вот пройти здесь. Посмотрите, что тут внутри. Горик. Вот этот номер дома. В принципе, мы далеко не пойдем. Нам надо возвратиться и пройти поспусь. Ну, вот. Посмотрите, кто узнает. Как всегда, видите, в первые этажи они сделаны под фирмы. Различные офисы. Это первый А дом. Массив Маркас-4. Маркас, а не Кашгаш. Прошу прощения. Все напутано так. Непонятно, что, где, как. Я прошу прощения. Ну, продолжаем мы наше коротенькое путешествие. Теперь солнце светит на... Сзади. 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 Можно смотреть на этот дом еще раз с этого ракурса. 1. 1. 424, Кашгашид сад. Опять же, посторонним туда запрещено. Поэтому ограничимся визуальным осмотром снаружи. Здесь, конечно, неудобно. Практически машины едут через массив. Дети. Это может быть ограничить трафик. В одном школе. Сельские сады. Ну, вот опять вот эти трубы, которые тянутся через весь массив газовый. Когда они сновиды, то верно решили, что-то сделать. В принципе, массив небольшой тут. Так, получается, где-то 30 домов. Кашкар, Морзеси. Ну, там Моркиз. Понятно. Дом номер два. Кашкар, Морзеси. Опять же, 31 дом, а 31 дом, но я прошу прощения. Ну, и все, что здесь. У нас 32 дом даже, да, 32. Два. Здесь, ничего здесь. Давайте пойдемте через 31 дом. Смотрим его договориться изнутри. Изнутри, из дороги. There's gonna happen. And all that. There's a job. There's a job. Good to see. There's a job. Here's a job. Let's get ready. This is a job. Let's get ready. Делают зиму, температура 21 градусов, великолепно. Все смотрят, кто же тут такое делается, кто это сделал, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, это мои вансинации, не переживайте. Мы вам покажем самые лучшие, самые красивые, самые добрые, самые удивительные. Так, этот номер дома я не понимаю какой. А у нас это где-то 29-й дом. Значит, здесь должно быть... А, 30-й точно, 30-й дом. Первый этаж как-то делали. Очень хорошо. Зелено. Вот. Тут, на самом деле, вот здесь. Здесь, вот, да. Ну, это вот здесь. Ну, это вот здесь. Все подсело. К сожалению, не знаю опять нумерацию. Кто знает, что места тут знает. Вот он, Ташкент, в общей массе, вот такой, видите, остался. Не тронутый исключением, что в некоторых местах проводятся масштабные какие-то реконструкции, изменения. И при живых массивах все остается так же. Заглянем внутрь. Двадцать седьмой дом. Двадцать седьмой. Такой у нас симпатичный домик. Видите, местами очень красиво. Местами все так же, как и осталось. Довольные коты. Узбецкие. Так, вот этот номер дома я не знаю. Так, давайте мы сюда пройдем. Ну, тут понятно все. Вернемся мы сейчас, подойдем к пятой школе. Там. Поснимем чуть-чуть. Опять же. Вот крупными цифрами пятой школы. Все видно. Давайте раскрывать. Мы уже снимали ее внутри. Смотрите, что там есть. Не изменились. Мы идем дальше. С левой стороны. Не мешает. Так, это у нас какая-то полиция здесь. У нас поликлиника. Где людей лечат очень хорошо. Вот в том анекдоте. Доктор. У меня правая нога болит. Это батенька у вас от старости. Доктор. Левая нога такая же старая, но она не болит. Вот клиника. Не останавливайся долго. В принципе, здесь все понятно. 53-я поликлиника. Это 25-й дом. Вот площадкой. Это 24-й дом. Все размещается в ЖКХ. Там вот уже все поновее сделано. Будет показывать с этой стороны. Вернемся с другой стороны и показываем. Тем не менее 24-го дома вглубь. С левой стороны у нас пожарка. Так называлось раньше, не знаю, как сейчас. Ну, а вот это полицейский участок, который построен на место бывшего детского сада. Так, вот здесь внутренний дворик. Редактор субтитров.